МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телекомпания «Вид» представляет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире программа «Жди меня». Программа, которая не отступит от своих принципов ради высоких рейтингов и сомнительной популярности. Мы никогда не стремились делать шоу на чьей-то беде. Наоборот, наша цель – помогать людям с этой бедой справиться. Итак, мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Я убеждена, что людей в эту студию приводит сама судьба. Вот значит, так надо, чтобы они оказались здесь, именно в этот момент своей жизни. Уверен, что так оно и есть. И касается это и наши гости. Юля, проходите к нам, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, располагайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, откуда вы к нам приехали. Я приехала из города Омска. Я разыскиваю своего отца, Сайцаева Алика. Я его ни разу в жизни не видела. Но хотелось бы разыскать либо отца, либо его родственников. Ну, тогда расскажите с самого начала все, что вам известно. Мне известно, со слов моей мамы, она раньше жила в маленькой деревне Омской области. Клянусь Богом, она похожа на бабушку. Чечены. Человек, наверное, 10. Это был 85-й год. На подбородок, посмотри. Моя на тот момент была 19-й. На нос, посмотри. Ну, естественно, она там познакомилась. Таких не было парней. Они не пьющие, не курящие. Он там высокий, красивый. И, ну, как-то расположилась, наверное. Как его звали? Алик. Алик? Да. А фамилия? Сайцаев. Они познакомились, встречались недолго. Ну, и он уехал. Когда он уехал, мама узнала, что она беременна. А она дала ему знать об этом? Нет. Рассказала? Нет. Он даже не знал, что... Нет. Что у него будет ребенок, да? Не знал. В тот момент, 86-й год, когда она меня родила, как бы это не очень было то, что не в браке рожает, плюс еще не русский. Бабушка изначально там как-то против была, а дед сказал, что, ну, кто бы ни был, это моя внучка, и будем ее воспитывать. А про отца я ничего вообще не знаю. Хотелось бы, конечно, узнать, увидеть. Я на своих родственников, по-моему, и они вообще ни на кого не похожи. Они все такие пухленькие, голубоглазенькие. Ага. Я одна худощавая, кореглазая. Скажите, а когда вы начали задавать вопросы про папу? Ну, в раннем возрасте, конечно, когда меня начали мои сверстники все спрашивать, в школе спрашивать. Всех есть папа, а у меня нет. И я, естественно, тоже у мамы спрашивала. Мама всегда говорила, уехал, уехал. Просто уехал, да? То есть вы его ждали? Да, я его всегда ждала. А мама ждала? Мама. Не знаю, мама потом вышла замуж. У меня есть еще один брат, как бы личную жизнь настраивала. Может быть, и ждала, я не знаю. Я этим не интересовалась. И она мне об этом никогда не говорила. Но вы говорите, что вы не похожи на своих родственников. А мама как-то что-то говорила об этом? Что вы похожи на отца говорила? Да. Мама, что на моего сына, вот у меня есть сын, она мне, сына говорит, что он похож на моего отца. Ага. Внешне похож, и как стоит, говорит, похож, и лицом тоже. Через поколение на дедушку похож? Да. Угу. Что губы, нос, похож. Но фотографий от папы у вас нет, конечно. Нет, ни фотографий, ничего нет. Тогда давайте посмотрим фотографии вашего сына. Какой мальчишка беленький. Как его зовут? Макар. Бяки Атеру. На Бека похож. Здесь ему 7 лет. О, красавец какой. Вот вам кажется, что, наверное, на этой фотографии он похож на отца, да? Угу. Молодой, мужичок такой, да. А давайте еще одну фотографию посмотрим. Вот на этого мужчину похож ваш сын? Не плачь, пожалуйста. Не хватало еще, чтобы тебе тут плохо стало. Догадались? Давайте посмотрим сюжет. Я Цайсаев Арсан, сын Али. Старший. Сосед узнал, что ищут отца. Сообщение мне передал. Был в шоке. Даже абсолютно не знал, что есть сестра. Я дочь Али Халиловича, Цайсаева Лариса Алиевна. У меня земля из-под ног уходит прямо. Не гадала вообще, не думала. Я Цайсаев Артур Алиевич. Я самый мать и сын. Ну, как узнали, я растерялся. Я не знал даже, что делать дальше. Думаю, что он сам не знал. Если нет. Отец, как это, он на шабашку отъезжал, приезжал, кормил, денег присылал. Он всегда был строителем. Любое, что он брался, все делал прямо на ура. Мать с ним вместе ездила. Они в Томске, там они познакомились, когда отец там работал. Решили приехать как-то. Но мать боялась же, все равно в наших обычах туда-сюда. Отец ее как-то уговорил, что все нормально будет. Бабушка приняла их. Мать выучила язык. Ислам приняла она. Тут они поженились. Я Цайсаева Мария Кузьминична. Ну, что я могу об этом думать? Этой девочке мама, она знала, конечно, что он женатый. Цайса. Перестань. Мой муж об этом ничего никогда не рассказывал. Хотя мы даже с ним были вместе там на работе. Ну, это не от гордости, но от стыда просто, по-моему. Поэтому он не сказал, по-моему. Ну, нас трое. Старшая сестра, потом я и младший Артур. Нас он никогда не обижал. Что у него не попросили, если смог, делал. Наши мечты, наши, вот все он выполнял. Чтобы он поругал, его надо было, как до этого, довезти. Много что-то делать надо. Много вещей. Детей он очень сильно любил. У нас в районе, вот, где мы вот живем, первая машина была. Первый телевизор был. Первый холодильник. Ну, он жаловался на сердце. Ну, мама говорила, иди, пойди в больницу, пойди в больницу. И мы поехали в больницу вместе, укол сделали, обратно приехали. И он зашел, он телевизор любил, как это смотреть. Или телевизор, он сел, что-то телевизор не включает он. И сразу вышел, он говорит, что-то мне нехорошо. Давай поехали обратно в больницу. Он схватил у него сердце. И мы со старшим братом поехали. Они в палату уже положили его. И я в палату зашел, и он уже лежит. Старший брат сидит. И я говорю, что, Астамбек, ну, ему лучше. Он говорит, ему сейчас самое... Ну, как это... Он ушел, типа. Он скончался в 1997 году, после Первой войны. И после этого я думал, что вся жизнь потеряна. Так вот, да. Вот тогда уже наш дом опустел. Вот мы смотрим на своего младшего брата. Он копия. У него Макар похож на него. Во всем он похож на него. Так что для нас отец не умер. Он в нашем доме находится как-то. Но он даже брату приснился перед тем, вот, когда сообщили нам. Он мне как раз позвонил. Он говорит, а я папу увидела во сне. Мы так плакали. Положила трубку. Буквально там минут 20 не прошло. Арсан забегает. Я говорю, что случилось? И он мне так жестом показывает. Жди меня. С Москвы звонят. Значит, знал отец, что будут звонить. Юля, я очень рад, что появилась у меня сестра. Знали бы раньше, вот это легче было бы сейчас. Мы бы тебя там не оставили. Мы бы попросили бы, забрали бы себе. Знаешь почему? Это наш долг, это наша кровь. Юля, оказывается, я твой старший брат. Рад, что нашлась. По правде говоря, я еще в шоке. Будем ждать встречу. Дорогая Юля, мы тебя ждем. Ты наша частичка. Ты можешь нас семьей называть. Одним словом мы тебя любим. Юля, в любое время приезжай к своим братьям, ко мне. Мы приимем вас. Когда захочешь, дверь все время тебе будет открыта и днем, и ночью. Я твоя тетя. А ваши? А ваши. Мы ждем вас. Туда поехать нас очень много. Мы тебя не увидим. А ты одна приедешь, всех увидишь. Фремиум хорошо. Нас много. Приезжай. Мы свои, не бросаем. Да, не бросаем. Такая семья большая, да? Смотрите, я просто смотрела вот этот сюжет и думала, какой же у вас замечательный папа был. Чудесный. Ну, жалко, что он рано ушел, да, и вам не удалось с ним встретиться. Но, судя, вот, знаете, разные реакции бывают. Могли бы обидеться и так далее. И вдруг они говорят, приезжайте все. Я тетя, я дядя. Мы вас любим. Там мальчишка мелькнул в сюжете, похож на вашего сына, мне показалось, да. Да, это точно. Брат, вот, младший брат, он тоже вот очень похож на моего сына. А вот внешне, вот, смотрю, вот прям очень похож. А вы вот чувствуете что-то внутри, вот, когда видите этих людей? Я всегда, мне всегда казалось, что я вот почему-то вот как фотография моего папы, я его таким представляла. Вообще вот таким вот, именно он такой вот как будто идет по железнодорожному вокзалу. Такой высокий. Я покажу ей фотографию, где он высокий. У меня она есть. Котемненькая. Шарф такой у него махеровый, красный, как будто вот он идет такой высокий. И внешне я его вот так вот представляла. Хотя я его никогда не видела. Бедняжка. Да, может быть, что-то там. Да, вот интересное. Не ожидали, наверное, два брата, сестра. Вообще не ожидала. Ходите им познакомиться? Конечно, очень хочу. Ну, давайте прямо сейчас-то и сделаем, да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СМЕХ 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 Молодцы. Молодцы. СМЕХ Я сейчас не поверила. СМЕХ СМЕХ Здравствуйте. Здравствуйте. Если бы мой отец знал, никогда бы не брать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы очень рады. Спасибо. Юля, как бы с братом похожи. СМЕХ СМЕХ Сразу видно, что одна семья, одна кровь. Сын тоже похож на старшего брата. Всегда мечтала. Вы видели фотографии Юлиного сына? Похожи, мне кажется. На старшего брата. Очень похожи. Давайте на мальчиках посмотрим воочию. АПЛОДИСМЕНТЫ Макара Анастасия, иди к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот ваши племянники. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Познакомьтесь, дяди ваши. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы очень богатые племянники. Вот старший дядя. АПЛОДИСМЕНТЫ Но у нас есть еще брат. Но его дома нету. Он за границей. Но мы очень рады. Какие дети красивые. У нас все белые, между прочим. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас все беленькие. Скажите, пожалуйста, а много у вас еще двоюродных братьев, двоюродных сестер? У нас было две тети. Но наш отец был единственный. Ну, у отца так у нас получается сейчас шестеро. А внуков уже как бы у него три, у него три. У меня единственная дочка. Двоюродные братья, сестры. Родственников много. Слушайте, мы видели в сюжете. Мы видели все потрясающе. Огромная семья. Это не все. Юля, надо ехать. Надо ехать знакомиться. Поедете, Юля? Да, конечно. Это огромное счастье для нас видеть, когда люди соединяются вместе. Спасибо вам огромное. Я всю жизнь об этом мечтала. Думала, что когда-то увижу своего отца. Но не довелось, конечно. Хорошо, что встретила своих родных. Я вообще даже представить не могла. Но мы считали своего брата младшим. Все, уже этот титул спал. У нас есть младшая сестренка. Удивительная семья, конечно. Наши, наши. Даже не в виде. Сразу говорят, наши. Точно наши. Бегом к нам. Дорогие, мы очень за вас рады. Правда, Юлечка. Ребята. Спасибо вам огромное. Младшее поколение. Мы рады за вас. Действительно, не будем вас долго задерживать. Вам нужно пообщаться, познакомиться. Спасибо вам огромное. Буду много чего рассказать. Спасибо вот этой передаче. Отпускаем, провожаем. Самое доброе дело делайте. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ До свидания. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не верится? У меня, да, слова нет. Здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, я тебя еще раз обниму. СМЕХ СМЕХ Всю жизнь мечтала. Всю жизнь. Было ощущение. Я всегда говорила, надо ехать в Омск искать. Там еще обязательно что-то найдется. Но это было как бы... Как бы это шутка была, вот. Знали, что отец всегда вот там работает. Ну, у нас семья шутливая, вот. Ты это узнаешь. И всегда шутили. Мы что-то еще там в Омске найдем что-нибудь. Но когда мне это сообщили, у меня просто все потекло. Не знаю. Все нормально будет. Мы уже все взрослые, все большие, у всех семьи есть. Все хорошо будет. Я не думала, что у меня такие уже будут братья взрослые. Ну, они с другими родителями, а мы с другими родителями. СМЕХ Хорошо. СМЕХ Ты хоть кого-то увидела на себя похожую? И на бабушку нашу по отцу очень похожа. Нос. Очень сильно. Вот прямо подбородок. Ой, я очень, я косвенно. И очень рада, что я вас встретила, нашла. Что же я мечтала найти и увидеть своих родителей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Такое доброе. АПЛОДИСМЕНТЫ Больше не потеряемся. Никогда. АПЛОДИСМЕНТЫ Истории о детях, которых оставили в подъезде или бросили на вокзале, всегда трудно осмыслить. И хоть в нашей программе они бывают довольно часто, привыкнуть к ним невозможно. В таких историях всегда кажется, что найти кого-то совершенно нереально. Но программа «Жди меня» не раз доказывала обратное. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Может быть, кому-нибудь покажется знакомой история, которая случилась 44 года назад в Омске. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы жили в городе Омске. Мы с мамой жили отдельно. А моя сестра Людмила со своим мужем жили неподалеку. Все мы общались, встречались. Сестре было на тот момент 28 лет. У нее не было детей. Ну, как бы мы все уже принимали это как должное. И вдруг появляется сестра, а в руках у нее сверток. Людмила с порога всем объявила. Это девочка, я ее удочерю. Ну, и Людмила рассказала такую историю. Она на тот момент работала старшим кассиром железнодорожных касс, железнодорожного вокзала города Омска. Обычный день, железнодорожный вокзал. Прибывают, отправляются поезда. В зале ожидания появляется женщина со свертком в руках. Со свертком в руках, с какой-то авоськой. Она подошла к пассажиру, который ожидал свой поезд. Это был военный мужчина. И попросила его посмотреть за ребенком и за вещами. Ну, вещей там как таковых не было. Там была одна авоська с какими-то тряпками. Чтобы сходить в туалет. Ну, мужчина добросовестный, конечно. Он не отказался, военный. Положили ребеночка на скамью. Он ждал своего поезда. Но время шло, а мамаша уже не возвращалась. И тут его начало обуревать беспокойство. Он куда? С ребенком. Ему же нужно уезжать. Он с ребенком в кассы билетные. Там переполох. Девочка крошечная. Огромные глаза. Здесь же присутствует моя сестра Людмила. Я, говорит, не выдержала. Я схватила этот сверток. Объявила всем, что я ее возьму сейчас домой. Потому что пока нет никакой определенности, куда эту девочку увезут. И что с ней будет дальше. Тут же вызывает такси и едет с этим дитем домой. А там что? Там, конечно, искупали. Пеленали. Кормили. Ну, я думаю, что утром уже у нее окончательно созрело решение удочерить этого ребенка. Девочка жила уже у нас и ей, мне кажется, было уже даже больше чем полгода. И вдруг появляется эта женщина с заявлением, что у нее украли ребенка. И она опять идет в эти же билетные кассы, в милицию с заявлением о краже ребенка. Но здесь, так как все работники вокзала были участниками этого события, как бы все видели, что произошло и что было на самом деле, что это вранье, ложь. Ну, там была буря. Ну, я не знаю, как эту мамашу там не растерзали. И был суд, где ее лишили прав материнских. И потом я слышала от взрослых, ну, вот то, что эта женщина, биологическая мать Наташина, она была из города Калачинска. И что якобы эта женщина была замужняя, у нее было двое детей. Но случился какой-то там роман с мужчиной. И она бросила своего мужа и своих детей, уехав на север. Там она родила эту девочку. Но, видимо, биологический отец не был готов к такому моменту. И он просто оставляет эту женщину. А ей куда? На руках грудной ребенок. И, наверное, не особо какие средства к существованию. Она решает вернуться к мужу. Естественно, через Омск. И как появиться к мужу, если ты уже бросила его, детей? Естественно, она принимает решение оставить ребенка на вокзале. Я не понимала этого желания найти свою биологическую мать. Нет. И не понимаю до конца. Но, как Наташа мне объяснила, вот ты же знаешь, где твои корни? Ты знаешь, кто за тобой стоял? А я не знаю. И мне тяжело. Я хочу знать. Я хочу обратиться к тем людям, которых мы пытаемся найти. Это к матери Наташи биологической, к ее братьям, сестрам, если они существуют. Может быть, это старшие. Может быть, это младшие дети были. Пожалуйста, откликнитесь. Пусть девочка успокоится и чтоб все было хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Эта брошенная на вокзале девочка уже сама трижды мама. И сегодня она у нас в гостях. Давайте ее встретим. Наталья, проходите к нам, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Наташа. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Какая тетя замечательная у вас. Так переживает. Да, я очень переживаю. То есть она до конца даже не понимает этого поиска, но понимает ваши чувства, да, и хочет вам помочь. Да, спасибо ей большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я думаю, если бы была жива моя настоящая мама... Нет, моя приемная мама. Да. Которую я всегда считала как настоящая. Угу. АПЛОДИСМЕНТЫ Она бы тоже была рядом со мной здесь. Она меня поддерживала всегда. Угу. ЭПЛОДИСМЕНТЫ Фактически моя история началась на вокзале одного большого города 12 апреля 1980 года. Эту дату мне дали приемные родители, как день рождения. АПЛОДИСмЕНТЫ До этого я, конечно, ничего не знаю о себе. А скажите, пожалуйста, а в каком возрасте вы узнали, что вы приемная дочь? Я узнала в 12 лет. Я помню этот день, как сейчас. Мама посадила меня на диван рядом с собой. И рассказала такую историю. Что я не твоя настоящая мама, что я тебе приемная мама. Если, говорит, хочешь, Наташа, давай найдем твоих родителей, твою маму. Честно говоря, в 12 лет я не поверила, наверное, даже. Маленькая еще была. Да, я не поверила и говорю, мам, я знаю тебя всегда, как свою маму. Никого не надо искать. И с тех пор я старалась не затрагивать эту тему, вообще не задавать никаких вопросов своей маме. А как вы думаете, почему именно в 12 лет? Это же такой опасный возраст, ранимый. Почему вот в этом возрасте мама решила? Она боялась, что кто-то до меня донесет это неправильно. Неправильные ключи. И я как-то отреагирую. Лучше от нее это было узнать. Подростковый возраст, да. Она как-то попыталась мне мягко это сказать. И она прямо рассказала всю эту чудовищную историю вам, вот 12 лет ему ребенку? Честно говоря, не все так подробно, как рассказала моя тетя. Буквально в этом году, когда я начала проявлять желание и подала заявку о поиске своей мамы, я поговорила с тетей. И только тогда я узнала более подробно эту историю. Вот. Я знала все вкратце. А скажите, пожалуйста, а почему вам захотелось вдруг найти? Прошло достаточно много времени уже. Вы могли бы, в принципе, начать поиски немного раньше. Что вас останавливало в этой истории? Вы знаете, я раньше, наверное, была не готова психологически услышать то, что мне не понравится. Возможно, какие-то подробности. То есть я к этому сейчас психологически более готова, я считаю. Даже если ее уже нет в живых, и отца моего нет в живых, даже при условии, если я никогда о себе не узнаю больше подробностей, подробностей каких-то, которые меня интересуют. Вот. Я сама мама троих детей. Я уже бабушка. У меня трехлетняя внучка. Вы не похожи на бабушку. Да. Моей старшей дочке 24 года. Средней дочке 8 лет. Младшей полтора годика. АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому для меня понять сложно довольно-таки, как повернуться и оставить ребенка. И поехать дальше домой к себе. Хочется просто, ну, не знаю, какие-то... Понять почему. Да, понять почему. Разобраться в ситуации, да? Разобраться в ситуации. Я не виню. В принципе, я не считаю себя обиженной. У меня замечательная были приемная семья. и она есть, и тети, и сестры. То есть папа. Я всех очень люблю. И все всегда внимание было мне, потому что я у мамы была одна фактически. Вот. Но я решила, что, в принципе, человеку, наверное, жизнь не дана, чтобы не прятаться, не прятать в песок голову. А может быть, мне и время дано это, чтобы найти и своих настоящих родителей, своего папу, свою маму, своих сестер, родственников. Вот по словам тети, я знаю, что у нее было вроде как будто двое детей до меня, получается, но от мужа, от другого мужа, получается. Ну, как от другого мужчины. И, в принципе... Слушайте, я очень надеюсь, что, может быть, кто-то из них сейчас смотрит нашу программу. Да. И сможет пролить свет на эту историю а еще, может быть, кто-нибудь откликнется на те фотографии, которые вы прислали. Давайте посмотрим. Это вы? Да, это я с приемным папой. Мне здесь меньше года. Ну, это одна из первых фотографий, да, конечно, да? Да, да, это самая ранняя фотография. Ну, вот, может быть, по этой фотографии кто-то узнает. Может быть, и мама ваша биологическая узнает этого ребеночка чудесного на фотографии. Здесь мне два года. Глазища любопытные такие. Это я в садике. Может, эти банты. Да. Наверное... Чудо какое-то. Года четыре, наверное, мне здесь. Здесь шесть лет. Мы с мамой. Мама с тетей очень похожи. Да. Мама была очень добрым человеком и милосердным. И, в принципе, она давала мне много любви. Знаете, я очень надеюсь, что на эту программу придут отклики. И мы, конечно же, будем вас снова ждать в этой студии с хорошими новостями. Но прежде чем вас отпустить, я знаю, что вы написали стихи, посвященные вашим мамам. Да. Если хотите сейчас прочесть, мы бы с удовольствием их послушали. Да. Да? Спасибо. Я написала стихи пять лет назад о своей приемной маме. Я очень скучаю по ней до сих пор. Но все равно, я считаю, я очень рано осталась без мам. И мне не хватало. Ты приснись мне сегодня, мама. Завтра мне уж так много лет. И желанием заветным самым Хочу в детство к тебе билет. Рассказать бы тебе, обнявшись, Столько много. Ты слышишь, мам? Как случалась, едва дышавшей, Несла ношу враз по плечам. Я улыбку твою, ты слышишь? Голос слышать хочу сейчас. Жаль, оттуда ты не напишешь. Огонек у свечи погас. Если слышишь, То я скучаю. Если видишь, То вот жива. Вам спасибо. Я поздравляю. С нашим днем и тебя, и себя. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня нет никаких сомнений, Что ваша мама слышит эти стихи, Потому что это не от головы, Это только от сердца. Поэтому. Я надеюсь, Что ваша биологическая мама Тоже услышит эти стихи И откликнется. Да. Мы верим в это. Так и будет. Не сомневайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Говорить о супружеских изменах Всегда неприятно. И в этой программе Мы стараемся В подобные темы Не углубляться. Но бывает, Что совсем обойти их К сожалению, невозможно. Да. Ну, например, В истории Елены Александровны Золотаревой Измена отца Напрямую связана С ее поиском. Сразу хочу заверить, Наша беседа будет Предельно деликатной И доброжелательной. Елена, пожалуйста, Проходите к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Сюда. Проходите. Здравствуйте. Располагайтесь. Приехала я к вам. С такой историей, Значит, В далеком 58-м году Мой папа Ушел в армию. Но перед тем, Как уйти в армию, Он женился. 1 сентября У них с мамой Была свадьба. И мама Осталась беременная. Папа ушел в армию. Все хорошо. Служит. Мама пишет письма. Он высылает фотографии. Все замечательно. Приходит папа из армии. Моя сестра Татьяна родилась. Все благополучно. Все хорошо. Проходит какое-то время. И приходят алименты. Мама в шоке. Что, откуда, чего. Подождите, поподробнее. Какие алименты? Вот. Какие алименты. Узнается, что папа, Уйдя в армию, Женился. Второй раз. В армии будучи? Будучи в армии. И у него там родилась девочка, Которую назвали Еленой. Вот. Все это узналось. Как бы вскрылось. А как он мог жениться? Это же все-таки документы. Как вскрылось, Я у сестры узнала уже, У своей старшего Татьяны. Значит, раньше паспортов-то не было. И он, когда в армию уходил, Был военный билет. Там был штамп, Что он женат. Он папа. Не, но паспорта-то были. Ну, наверное, знаете, Может, и были, Но по рассказам моей сестры... Просто когда человек служит в армии, У него вместо паспорта военный билет. Да, да. И там стоял штамп, понимаете? И он взял чернилами, Залил этот штамп. И он оказался у нас, Ему дали новый военный билет, И папа оказался неженатым. Понимаете, как получилось? Я тоже долго огадала, Как можно два раза жениться? Ну да, изобретательный. Изобретательный. Изобретательный, да. Да, вот так получилось. А как мама отреагировала на это? Мама, ну, конечно, вы понимаете, Всю жизнь были скандалы. Он вернулся, да? Он вернулся. Знаете, как вернулся? Он, скорее всего, Не собирался возвращаться к ней. Но у него были старших три брата. Он им рассказал эту историю. И они сказали, Если ты к Зине не вернешься, Ты нам больше не брат. И он, оставив там семью, Вернулся к маме И жил, как ни в чем не бывало, До тех пор, пока не обнаружились эти алименты. И у нас вообще это была под запретом тема. Когда я уже узнала, Что есть вот еще, Это вскользь было рассказано. Я очень много, знаете, Ну, скрывали от меня, не хотели. Потом, когда я подросла, Маме говорю, давай поищем. Ну, дети не виноваты. Ну, родилась и родилась. Для нее это такая была больная тема? Нет. Она категорически была против. То есть у нее такая сильная обида была, да? Обида была сильная, да. Я говорю, ну, тогда не надо было его принимать уже. Уже бы развелись. Если бы развелись, меня бы не было. Поэтому спасибо папе, Что я появилась. Слушайте, ну, вы действительно, Вы, конечно, удивительно мудрый человек. И вопреки всему, Против всех течений, Вы все-таки решили найти свою сестру. Да. И почему? Расскажите. Что для вас важно? Вы знаете, может быть, даже, Если у нее есть обида на отца, да, Все-таки она с ним практически не росла. Я какое-то время еще росла. Мне, может, извиниться хочется. Если она захочет, мы съездим. Вам-то за что извиняться? Ну, не знаю. Я его настолько любила. Вот просто, вы понимаете, Меня называли папин хвост. Это на улице я ходила за ногой его обняв, И он меня таскал за собой. То есть я его безумно любила. Мне хочется просто, может быть, Свозить к нему на могилку, если захочет. Ну, то есть рассказать, какой он был. Он был очень хороший. Вот правда. Несмотря на все его эти поступки, проступки, Он был очень хорошим человеком. Все, кто его знал, Даже когда они с мамой развелись, Когда его уже, ну, с нами он не жил, Он уехал в Кировскую область, на родину. Его до сих пор за нашими всеми застольями Ни разу такого не было, чтобы его не вспоминали. Мы прислали его фотографию. Давайте посмотрим. Вот он в середине. Ну, как можно было не влюбиться в такого красавца? А по краям это его брат родной. И, знаете, вот честно, Даже сильно не буду говорить, кто еще. Может быть, жена, может быть, нет. Не знаю, правда. Потому что папа вот в армии, вот как. А вы очень на него похожи. Да, я папина дочь. Сестра на маму похожа, а я папина. Глядя на эту фотографию, маме говорила, Я бы тоже в такого влюбилась. Это он в армии, вот такой. Бравый. Это он маме вот все прислал. А вот видите, он у нас был гармонист. Мама сидит от него вот слева. Ну, теперь понятно. Да. Почему женское сердце таяло? Вы знаете, он у нас был на 4, на 5 деревень. Один гармонист. Ну, все, понятно. В армию провожали, свадьбы. Он один единственный был, понимаете? Мама тоже красавица. Все видите, фотографии уже такие старенькие, древние. Кшинский такой герой. А вот я с ним. Это мы ездили на свадьбу к моему крестному. Он сженил сына. И мы вот с папой вот такие два. Я такая смешная. Ямочки папины. Ну, а сейчас я хочу вам показать еще одну фотографию. Посмотрите, пожалуйста. Очень интересно. Катя, что не очень, конечно, но... Ну, улыбка, да. Кого-то узнали? Мужчину узнали? Отца узнала, да. Конечно. Фотография с его второй свадьбы. И слева Валентина. Вот, да, его вторая жена. Мама вашей сестры. А справа мы не знаем, кто это. И вот такой документ еще есть у нас. Приговор. Находясь на службе в Советской армии, подсудимый Казаков, не расторгнув первого зарегистрированного брака, 18 февраля 1961 года вступил в зарегистрированный брак с гражданкой Казаковой... Валентиной Иннокентьевной. Валентиной Иннокентьевной, да. Чем совершил преступление? Предусмотрено статьей 201 УК РСФСР. Казакова Александра Федоровича признать виновным, зарегистрированный 18 февраля брак признать недействительным. Ну, вот так все и было, как вы рассказали. Да. А как вы думаете, откуда у нас этот документ? Ну, я думаю, от сестры. Правильно. Думаю, да. Правильно, посмотрим. Вот у меня в руках сохранились фотографии, свадебная фотография мамы с отцом. Мой отец на тот момент служил в вооруженных силах, ну, вот так они и познакомились там. И когда я родилась, бабушка моя написала моему отцу письмо, ну, вот на которое отец мой ответил. Мама стала обращаться к моей бабушке. Я узнал, что Валя родила дочку и чувствует себя хорошо. Очень этому рад. Мама, вы пока девочку на улицу не носите, а то она еще маленькая, может заболеть. Пусть Валя ее бережет. До свидания. Крепко целую, Саша. Ну, потом, после окончания службы, он уехал к себе на родину. И больше они не встречались. О разводе родителей я узнала из постановления, которое пришло к нам из суда. В этом постановлении написано, что Казаков Александр Федорович незаконно вступил в брак с моей мамой. Не расторгнув брака первого, он вступил в брак второй. Но его хотели приговорить к какой-то мере, но назначили просто штраф. О том, что у него другая семья, это чисто вот из этого постановления, из суда. Если бы бабушка моя не настояла, чтобы он не платил алименты, мы бы вообще не знали его подробности дальше, его жизни. Больше ничего абсолютно не известно. Единственный еще момент был, когда я выходила замуж, моя бабушка, по-видимому, написала ему письмо. Потом мне пришел ответ, я на тот момент жила в Екатеринбурге, пришел ответ, не очень нехороший, и поэтому это я письмо даже не сохранила. После развода с отцом мы с мамой 5 лет жили с бабушкой больших брусянов. Потом мама у меня вышла замуж. У меня был отчим, но он меня не удочерял. Мама с ним прожила 27 лет, потом он по болезни умер. У них еще совместный был ребенок, брат мой, но он, к сожалению, тоже погиб. Моя жизнь складывается хорошо. У меня дочь взрослая, 42 года, живет в городе Каменск-Уральском. Правда, внуков у меня нет. Муж у меня гражданский, правда. Ну, живем мы уже давно, поэтому я считаю, что нормально, все хорошо. Я еще работаю. Первый муж у меня умер, тоже по болезни. И вот я как бы познакомилась, но не познакомилась, но мы давно знали друг друга. И поэтому вот в том решили соединиться. Кто меня конкретно разыскивает? Или сестра, или брат? Я-то не знаю, кто. Именно. Ну, спросила бы, естественно, если мы встретимся, что, ну, как вот там, как отец? Он действительно вот и вспоминал обо мне. Откуда они узнали? Видимо, может быть, он им рассказывал. Откуда-то им стало известно, что я есть такая, что я есть на свете. Чудеско. Ну, вы знаете, я рада, что она как бы, знаете, с положительными эмоциями, не так, что вот, как бы, это... Я очень этого хочу. Мы не будем вас больше мучить. Ага. Ваша сестра здесь. Я уже вижу. Пойдемте ее встречать. Давайте знакомиться. Пойдемте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мне были предположить. Правда, мне и детям не сказали. Наверное, я встречусь с сестрой. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, это радостная сеть. Да. За кулисами я смотрела, она очень похожа на отца. Его копия, да, я знаю. То, что вы... Вы рассказывали, что как он такой человек, положительно туда... Ну, и, короче, все мои родственники, кто знал, все до сих пор узнают, что о нем называются, что действительно он очень хороший был. Очень. Ну, у нас тоже эта тема никогда не обсуждалась. Надо же. Даже вот... Слушайте, конечно, это удивительно. И даже это очень хорошо понимать то, что, несмотря на то, что человек совершил такую серьезную ошибку в жизни, да, и все равно так о нем... Люди о нем хорошо говорят. Ну, видимо, слава богу, что вы простили. Спасибо вам, что вы готовы его простить. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Такие дела великие делаете, правда. Соединяете родственников, судьбы. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо, что вы такие прекрасные. Спасибо, что вы простили. Спасибо. Скорей соединяйте, переходите на ты. Ищите друг друга, что бы ни было. И ждите, несмотря ни на что. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...